Всем привет! В Испании, Италии и Франции уже очевидно, кто станет чемпионом. А вот в Англии битва за титул идет очень напряженная. И в эту среду нас ожидает, возможно, чемпионский матч. Манчестер и Сити на Этихаде принимает лондонский Арсенал. И очевидно, что победитель этого поединка и станет чемпионом. Сегодня мы поговорим про эту игру, а в конце я дам свой прогноз на данное противостояние. Но сначала не забудьте поставить лайк этому видео, а также подписаться на канал. А теперь я желаю вам приятного просмотра. Мы начинаем. В 12-м туре АПЛ команды играли в Лондоне и тогда победил Манчестер Сити. Де Брюйне вывел горожан вперед, Арсенал смог отыграться, но Грилиш и Холланд все-таки принесли победу Сити 3-1. Манчестер и Сити в этом сезоне имеют все шансы на трэбл. Команда Гвардиолы уже вышла в финал Кубка Англии, где сыграет Сман Юнайтед. Также полуфинал Лиги Чемпионов с Мадридским Реалом, где Сити очень хочет отомстить за прошлый год. Ну и, собственно, чемпионат, в котором Сити является главным фаворитом на победу. Сейчас Арсенал опережает Манчестер на 5 очков, но у горожан есть 2 игры в запасе. То есть, по факту минус 5, а в уме плюс 1. Да и к тому же нет предпосылок для поражения Сити. Про Арсенал и про его форму мы поговорим немного позже. А у Сити прекрасная серия ВПЛ за последние 9 матчей, 8 побед и 1 ничья. К тому же у горожан побольше времени будет на отдых, так как в эти выходные их игра с Брайтоном была отменена. Перед блоком про Арсенал небольшое отступление. Сейчас на канале 1064 подписчика. У меня цель пробить 1100 до начала мая. Поэтому, если вы до сих пор не подписаны, прошу вас это исправить. А мы переходим к команде из Лондона. Футбольный клуб Арсенал, который, как казалось, летел к чемпионству, сейчас немного забуксовал. С одной стороны, команда не проигрывает, но с другой и не побеждает. За последние три тура, три ничьих, именно благодаря таким результатам Арсенал сам себе придумал проблемы. Как я говорил ранее, Сити находится в пяти очках и эта игра станет для Арсенала ключевой. Даже ничейный результат будет скорее в пользу Манчестера. Поэтому только за победой канониры отправятся на эти хард. Причем все эти ничейные результаты были очень даже глупые и их вполне можно было избежать. Казалось бы, ты играешь дома с последней командой чемпионата, какие тут могут случиться проблемы. Но Арсенал летит 0-2 уже к 14-й минуте. Вот вы представьте, что условный Зенит, играя дома, не может обыграть Торпеду. Или Барселона дома не побеждает Эльче. Такие глупые потери очков показывают, что для чемпионства Арсенал пока что сыроват. И победить в гостях такой мощной Сити почти нереально. Наш партнер, компания MLBet, предлагает различные варианты для ставок на эту игру. Букмекер вообще не верит в победу Арсенала, давая Кэф 5 и 8. А я выберу вариант второй тайм больше первого с Кэфом 1.96. Вы можете повторить мою ставку, либо сделать любую свою. Потому что по ссылке в описании вас ожидают бонус для новых клиентов в размере 25 тысяч рублей. Чтобы его забрать, вводите вот этот замечательный промокод. Делайте ставки, но делайте это с умом. А теперь, что касается моего прогноза, то мне очень сложно вериться, что у Арсенала получится набрать в этом матче очки. Поэтому мой прогноз крайне предсказуемый. Победа Манчестер Сити со счетом 3-1. Свое мнение о матче пишите в комментариях. А на этом у меня все. Всем удачи. Любите футбол. Смотрите футбол. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok